У нас еще есть одно служение. У нас есть одна семья, семья Шаргородских, Давид и Надежда, которые принесли сына для благословения. Пожалуйста, пройдите сюда. Давайте, пока они идут, споем «Мой дом и я служить хотим» один первый куплет. Я думал, это быстрее будет, но ничего, давайте споем. Это особенное служение, когда мы в церкви совершаем благословение детей, или, как говорят в Америке, «baby dedication», то есть мы посвящаем детей наших Господу. Мы хотим, чтобы Господь благословил их, мы хотим, чтобы Господь благословлял наши семьи, включая и детей наших. Это не просто наше решение, это не просто какая-то традиция. Интересно, что мы в Евангелии находим тоже то, что Иисус это делал. Евангелие от Матфея, 19 глава, 13-14 стихи написано так. «Тогда приведены были к Нему, то есть к Иисусу, тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Возложил на них руки, пошел оттуда. Вот короткие стихи, которые говорят о том, что сам Иисус благословлял, Он хотел благословить детей. Интересно, что Ему, мы видим, что не было трудно это сделать, Ему не доставляло это труда, у Него было желание это сделать. Интересно, что ученики даже говорили, наверное, каким-то образом, чтобы возбраняли. Ну почему обычно? Ну дети могут, здесь, похоже, уже такие дети, которых приводили, чтобы Он возложил на них руки. Приведены были к Нему дети, говорится, да? То есть это дети постарше, может быть, уже двухлетки, трехлетки, четырехлетки. Они могут и по людям лазить и прочее, прочее. Вот такое могут делать. Ну, естественно, возможно, даже ученики говорили родителям, ну, это же все-таки учитель, это же все-таки мессия. Ну, чего вы принесли ваших детей, и они вот просто, ну, как-то так бесцеремонно обращаются с учителем. Как-то неправильно. И, может быть, они хотели навести порядок, но сам Иисус говорит, это нормально и это хорошо. Иисус хочет благословлять. Иисус хочет благословить вашего Сына. Иисус хочет благословлять вашу семью. Слава Богу! И я думаю, что, ну, хочу даже вам сказать, вы молодцы, что делаете это, что приносите своих детей для того, чтобы Господь благословил. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вашу семью, пусть Бог благословит ваших детей, включая Джейкоба особенно, пусть благословит. И пусть Бог благословит и вас тоже быть хорошими родителями. Пусть Бог поможет вам быть настоящими христианами, которые любят Господа и которые идут за Ним, чтобы вы и детей ваших учили этому. Аминь. Давайте мы сейчас совершим молитву. Мы попросим помолиться вначале мама, затем папа, и после этого я помолюсь, попрошу благословения на сына. Слава Тебя, благодарность Господи за этот день, за то, что мы имели возможность прийти сюда, за то, что мы можем пронести нашего сыночка к Тебе на благословение. Господи, Ты его благослови своим обильным благословением, Ты всю его жизнь оберегай от всего нехорошего. Ты его наставляй, направляй его на правильный путь, чтобы он с малых лет служил Тебе, любил Тебя, искал Тебя, до конца своих дней был верен Тебе, чтобы он искал служение для Тебя, Господи. Ты мог послужить людям. Я прошу Тебя, Ты ограти от этого слова мира, Господи, чтобы он искал только в Тебе утешение, любви, радость, покой, мир, чтобы он не искал в мире никаких удовольствий, Господи. Я Тебе отдаю его, Ты будь всегда рядом с ним. Ты также дай нам мудрость и быть хорошими родителями, чтобы мы могли его направить, наставить, чтобы мы были примером для него, и чтобы он не делал наши ошибки. Мудрость и Ты ему тоже пошли, Господи. Ты будь в нашей семье всегда. Все, Ты в Твоей руке, Отец и Дух Святой. Аминь. Великий Бог, Отец Небесный, Владыка Неба и Земли, благодарность Тебе и хвала за то, что Господь ты с нами, за то, что ты благословляешь нас, Божий. Я благослови Тебе, Господь, что послал нам в нашу семью Джейкоба, Господь. Ты благослови его, Господь, пребудь с ним всегда рядом, огради его от всякого зла. А также нам дай, Господь, быть мудростью и быть родителями хорошими для него. Тебе все слава, Отец Небесный, Святой. Аминь. Господь всемогущий, благодарим Тебя за то, что Ты наш Царь, наш Владыка, наш Творец, наш Господь. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты послал Джейкоба в семью Давида и Надежды. Я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать была над ним. Это Твой подарок, это дитя от Тебя, и мы понимаем это и благодарим Тебя вместе с ними. И просим, чтобы Твоя благословляющая рука была над ним. Благослови его хорошим, крепким здоровьем. Помоги ему, Господи, чтобы он мог развиваться и умственно, и физически, и чтобы у него было и духовное развитие также. Благослови его, Боже. Помоги ему, чтобы, когда придет время, он принял Тебя в свое сердце. Благослови его, Господи. Я очень прошу Тебя за родителей. Благослови Давида, как отца. Помоги ему быть главой семьи и правильно поступать, и правильно учить свою семью. Благослови также Надю, как маму. Пошли здоровье, пошли восстановление, и пошли им обои мудрости, как правильно воспитывать своих детей, чтобы их дети росли. Во славу Твою. Благослови, Господи, эту семью. Мы благодарим Тебя, что Ты любишь благословлять, и Ты хочешь благословлять. Мы просим милости Твоей, благословения Твоего. Пусть Твоя рука будет над этим домом, над этой семьей. Честь и хвала Тебя во веки веков. Аминь. Поздравляем Вас. Вот. И хотим от Церкви подарить Вам Библию, детскую Библию, для того, чтобы Вы могли читать Джейкобу и воспитывать его в духе евангельского учения. Благословение Вам. Пожалуйста, занимайте места. Благословение Твоего.